итак сегодня 12 ноября 2018 года как бы я подстригся на фотоаппарате не снимаю там нельзя паузы сделать мне нужно очень много пауз постоянно нажимать не знаю слышно что вода течет у нас как много перемен очень много окаменелся снова откладывается вот пока нету этого обогревателя я вот так вот согреваюсь в шубейке и в смысле пока нету котел и обогреватель и шуба по телику идет фильм про девяностые по второму каналу и сразу вспомнились кассетники какие-то стихийные рынки автосвалки как как и с детства это что-то няже красное здание вот это вот есть разруха вот это реально то что я застал не заблокировали бы я из-за чужого контента как с пацанками так брат подогнал на пианино у нас может быть минимум десяточку но тут за пятерку только я сказал что сейчас директ нет естественно нету играть я не умею но внутри не рвался тем более в 2006 году в 17 лет ходил полгода музыкальную школу сам для себя в 17 лет музыкальную школу сам для себя в 17 лет так 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 явно количества перемен зашкаливающие всего вот я обо всем порядку и расскажу В туалете так и непонятно. Откуда крысы к нам припасы? Вот, кажется, работает котёл. Или насос. Что там, я не знаю. Ну, я тут вообще не разбираюсь. Котёльчик новый. Заместо старого 30 или 40 летнего. Тогда ещё сортина. Снимаю, пока ситуация будет. Прогон идёт по трубам воды. Сколько времени? С мая месяца. Даже больше с прошлого апреля. С этого апреля же не было. Не такие. Вот слышно, если... Так, тут гудение в холодильник. Я думаю, слышно. А тут вот слышно, как по трубам водичка течет. Угу. Вот я слышу. Угу. Угу. Вот я слышу. Всё крысы поездные. Купить килограмму. Перетравили всех старых. Новые пришли. Наверное, от соседей куды сделали. Поэтому надо не четыре покидать, а килограмм. Уберём. Жертвы. Так. Ммм. И второго мыла мне нужно. Вот. Блин. Они хозяйничают, когда никого нет. Капец. А вообще холодно. Так. Лишнее показывать не буду. Компьютер немой. Или я как-то неудобно держу. Так. Ну, вот мой канал. На телефоне не все видео отображаются. Смотрим же, что здесь. Блин, я жрать хочу. Это капец. Скорее бы. Так. А здесь все. Все. Начиная с 10 октября 2017 года. На телефоне же, если зайти на мой канал, то вот это всё стёрто и примерно где-то уже до Масленицы дошло. Вся вот эта часть не отображается на телефоне. Итак, что мы пережили. Проверочное видео. Поход в клуб свеча. Всякие там. С Паской площадь вечером. Это 2017 год. Вот поход в клуб свеча. Это поход по 9 января уже. В феврале 2018 года. Поход в лес в феврале. Масленица в Боровичах. Морозы. Апрель. Создание республики краеведческой. В апреле. Походы там всякие. Майские походы. День города в Боровичах. Июньские походы. В июне дожди были. Поэтому только в августе. Поход к Тухуну к болотам. Потом поездка в Новгород. Тоже в августе. Куча интервью всяких. Тогда у меня еще не было безлимитного тарифа. Поэтому. Упустил все солнечные дни. И вот только 7 октября. Входы в лес. И вот последние. Ну. 221 он пишет. Наверное больше уже. И будет еще больше. Ну вот в принципе. Сегодня вот я сходил подстригся. По погоде понятно. Многие градусов что Новгород откладывается. Я же на зиму планирую. Поэтому я купил. У меня 2000 было там. Кроме подстрижки. На 2000 еще и. Джемпер. Потом свитер. Я говорю. А может вы мне скинете свитер? Я же ваш джемпер купила. Она говорит. 1500 он стоит. Она говорит. Ладно. 1300. А то весь вот этот уже домашний. Прожженный такой. Желтый. Уже нельзя никуда выйти. Стало очевидно. Поэтому. Вот я решил купить свитер. И всегда хотел джемпер. Сейчас. Сниму как я в них выгляжу. Я для себя отнимаю. Только для себя. Не для кого. для истории. Так вот. Я в джемпере. Я вообще не знаю как я выгляжу. Дать хоть зеркал посмотреть. Вижу. 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 Ничего не видно. Вижу. 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 Вот так вот. Я выгляжу в джемпе. Давно хотел купить. Свитеры. Свитер. Мне нужен был свитер на выход. Само обидно, если сейчас мы едем. Короче, мне нужен был свитер на выход. Теперь он есть. Сейчас, это не конец истории. Да давай ты быстрый. Так, это магазин на Подбельского. Рядом где-то это Тет. Вот я покупал свитер. Вот джемпер себе. Свитер уже со скидкой. Но она, видимо, не пожилела, что я в такой кутке. Сказала, хоть все вам кутку подарю. Реально. Подарила вот такую кутку продавщицам. Не знаю, кто-то ли пожалела. Может, она не продается. Но это не мой стиль. Змейка тут сбита. Вот это все, что он блестящий. Вот это все, что он блестящий. Так, ищу еще. Вот эту кутку я покупал в том же самом весне-летнем. В этом августе. И вот она мне подарила вот такую вот еще. Вместе со свитером джемпер. Реально даровая кутка. Азинь, это капец просто. Реально да. Так. Ку-ку рассказала. Так. Я говорю, сегодня день полный событий. Кроме даровой кутки. Одну минуточку. Сегодня отец нам иногда привозит. Привез целую коробку. Что хватит на несколько дней. Соли не развязанная. Вот привез целую коробку. Печенье. Прямо потом. Здесь кира. Ничего увеличишь. Просто капец голодный. А мне надо еще видео съемку. Ну вот я сей отсыпал на несколько дней. Я ж вместо и дыни. А я когда в магазин хожу, я смотрю. Ну да, вот такой вот пакетик всего этого. Я смотрю. На Новый год уже красное вино. Это вторая. Второе. Халявная куртка. Зефирины. Печенье зефир 2. Продувка кашпла пошла. Это 3. И 4. Вчера подвезли пиранино. Поэтому я опасаюсь, что за такие блаха. Куча блах в один день. Я еще и подстрелюсь. Видимо, это я что-то сделал в пространстве. И вот пространство мне ответило. Борочи снимать и нога. Здравствуй. Сейчас вообще ничего. Все серое, голое. Лужа во льду. Вот я ж ходила. Хотела по ходу по боровичам за дни. Хотя бы градусов на 10 потеплее. Сейчас же 0 градусов. Но мы из... Капец полный. Нужно либо солнце, либо снег. А там... А то... А то... В кругом серость. Так что... Да. Вот будут... Новые деньги. Блин, пока как бы резать не пришлось. А то с одной стороны вот так вот, то с другой снимаю. Из-за этого я не знаю, что получится. Что-то я... Не собрано, все не подготовлен. Сегодня. 11 ноября. Так, ну и вот пианино. Четвертая. Благо за один день. Как пиздец я не подготовила. Дайте мне нарезь руку. Я хоть установлю. Так. Так. Блин, не... Наирован. Спасибо. Благо. Угу. И... Ммм. В Propв Sí cathedral. Угу. Да, ну то с одной стороны, то с другой, по-моему, я так снимала, я как бы резать не пришлось и соединить по-новой, здесь звук собьётся. Надо было просто поесть, подготовиться. Так, телевизор. Телевизортиш. Итак. Откуда лучше видно? Сейчас ракурс попробую. Ну, в общем, до фианино я ходила в музыкальная школа только в 2006 году, в 17 лет, полгода, чтобы хотя бы знать, что... Блин. Что? Кружочки обозначают непосредственно нотки. Басовый ключ так и не разобрал, кстати. А вот эти палочки, хвосты — это длительность. Вот. Была заказана такая брошюрочка, когда я этим увлекался. И так. То, что основное я понял на пианино. Так, раньше, когда я не умел, я старался по одной нотке. Кое-как мелодию по нотке. Ничего, зубами, что ли, держась? Так. Ну, потом стало понятно, что... Вот так, когда на руку... Кое-как стоит... Ни на чём не держится почти. Налоги не сыграешь. И вот на синтезаторе я натренировался двумя руками. А так я играть на пианино почти что не умею. Играешь — делаешь план. А правой плоти делаешь гамму. Мне научили в музыкальной школе, как правильно ставить руку. Играешь — левый, а правой просто... А вот так можно... А вот так можно... Особенно если будут на чёрные. Поэтому лучше соблюдать всё-таки гаммы... минорный, мажорный, минорный аккорд. Это до, ми, фа. Соединяем несколько минорных аккордов. Я умею только тремя пальцами. Больше не научился. Правда, вообще хорошо получается. Только одним делать тремя большими не получается. Ну, практически я не умею. Я всё научился сам даже соединять руки. После тренировок на синтезаторе. Вот. Мажорный аккорд. Продолжение следует... Продолжение следует... Получается мой любимый смуз-джаз. Как в советских мультиках про Новый год. Происходит такая рассинхронизация, когда не умеешь играть. Продолжение следует... Поэтому, чтобы мелодия восстанавливалась, нужно... Как бы... Соединять руки близко... Пока... Пока опять не синхронизируется... Вот она расинхронизируется... Надо её синхронизировать. По идее, надо вообще не смотреть на клавиши. Надо просто чувствовать пианино. Пианист как бы... Знает... Он там вообще снимает? Как бы... Должен... Слышать всё... Ощущать... И слышать... Где какой звук... Чтобы не наугад, как я ставить... Не смотреть... Иногда получается наугад неожиданно... Приходится новую мелоду изстроить... А он как бы знает, какой звук где... И может... Из головы на слух... Ну или по нотам сыграть... Вот... Вот этого звука я не ожидал... Вот такого быть не должно... Всё должно быть подкрыто... Это не стихийный инструмент... Это инструмент... Всё идёт из головы человека... Она не будет проецируется... Только ваше умение... Так... Вошёл раз в синхронизация... Поэтому у тех, кто не умеет... И будет получаться вот этот монохром... В маршевом стиле... Двадцать восьмая гитара... В шагу... В шагу... В шагу... В шагу... Мелодия должна идти не от балды, чтобы за каждым следующим аккордом вы должны уже слышать, что вы поставите, а не от балды. Вот так я не хочу. Мне нужно, чтобы получилось то, что мне нужно в мелодии. Вот так я сделал с нехотя, вот это неумение играть. Теперь включим с темпоритом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Держать хочу, вот это хочу. Теперь попадаем в темп. Держать хочу, вот это хочу. 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 Так, ладно, извините. Я хочу ждать, как очень сильно я не подготовился. Возможно, выспавшись, поев, подготовившись, я более-менее. Сейчас что-то... Так у меня более-менее получается, но вот... Когда хочу ждать, спать одновременно. Всё не получается. Наверное, уже с фотоаппарата сделала по-нормальному. Более-менее постараюсь подпасть. Сейчас у меня такая расхарксинхронизация уже в самом мозгу идёт. Ладно. Итак, четыре перемены за один день. Харябная кутка. Там всякие зефиры, пианино. И котёл. Потому что сегодня 12 ноября. Ждём новую... Когда выпадет снег. И будем уже готовить поездку в Новках. Я не понимаю, почему же у меня не получилось ничего. Не переживайте. Только... в открытом интервью. И подпоедите. Возьмите. 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 есть такое произведение ежик это я моего музыкальной школе бы ходили я же учился в семнадцатом сам для себя произведение первого класса а и то же самое для двух лук а 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 еще в музыкальной школе я натренировался он записывает играть вот так вот типа сейчас он так нет вот так а 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 на это а 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 вот раз раз фокусировка пошла еще раз попробуем вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...